я всем здравствуйте микрофона дмитрий феникс мы пишем 35 серию эту серию я решил сделать такой немножко уникальный что ли решил ответить на ваши вопросы и пожелания так сказать ваши исполнить главное все их сейчас не позабывать первое много всего было по пути мы тему и сейчас мы находимся как вы заметили то что мы сейчас находимся где мы сейчас находимся мы находимся в главном меню и сразу броса вам бросается ультима тим ультима тим по ультима тима пока к сожалению ребят я не знаю что мне писать вы кстати видите название моей команды ультима тим значок моей ультима тим сыграл я там всего одну серию это полная серия есть в плейлистах фифы любой серии вы можете войти во все плейлисты слева сверху всегда принципе там бывает либо по в описании под видео и собственно посмотреть эту серию она большая она не очень неудачный вышла и пока я не знаю как писать дальше то есть как-то нарезками это делать в общем не знаю потому что ультима тима постоянно поиск игроков довольно-то все долго раз открывание паков поиск других пользователей тоже занимает довольно очень много времени посмотрите этом снял полной серии она довольно очень большая вышла сейчас почти в общем не знаю что по ультима тима посоветуйте мне переходим к следующим вопросам вопрос был откуда ты берешь вещи откуда ты берешь бутсы почему тебя столько много бутс вот здесь вот есть каталог сверху справа видите что мой аккаунт 19 уровня у меня 1869 сейчас на данный момент монет монеты копятся когда вы играете в онлайне когда вы играете просто аккаунт едины все равно вы зарабатываете эти самые монеты я играю в основном как вы знаете только в карьеру и за счет карьеры получаете монеты соответственность я буду онлайн играть и зарабатывать быстрее больше ну я никуда не тороплюсь кто-то кто-то погашает увеличение числа призовок монет 20 с помощью ну это кто-то кто-то я не знаю кто в общем вот сюда переходим это каталог всего что предлагает нам фифак видите всего тут достаточно очень много например для фута то есть для ультима тима здесь различных вещей много здесь тоже можно покупать за вот эти вот монеты здесь вот для онлайна но для онлайн здесь и полезные вещи между прочим тоже есть набор например улучшение для профи в сети ничья в кооперативном режиме например там вот для карьеры пример да что здесь у меня куплено уже например у меня куплено повышение владения ничем повышение вратаря повышение настройки профи режима приобретение команды финансовая помощь команды в общем небольшие такие плюшки которые можно приобретать за обычные монеты и это на весь ваш аккаунт профи в режиме карьера майки например что за майка погасите пример чтобы ваш профи в режиме карьеры мог надевать майку вот как даже можно давайте наверное приобретем блогу интересно а и у меня это приобретено и между прочим если вы ко мне друзья добавитесь я иногда кому не что-нибудь тоже дарю вот друзья можно дарить или вы меня добавлять тоже дарите вот видите например на предмет 50 процентов то есть можно дарить друзьям как через origin вот что мне не было вот бутсы вот пожалуйста вот они так переигровка в режиме карьеры кстати очень полезная вещь можно в режим карьер переиграть матч по моему но я этим не пользуюсь потому что это был не очень честно например вот это я скоро тоже приобрету изменить игроков в режиме карьеры хотите получить возможность изменить игрока в режим карьеры теперь вы сможете это сделать после погашения возможно понять меню то есть дополнительное меню такие вот будто выскакивать также здесь очень всего 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 очень 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 много всякие перчатки черные например в различные предметы прыжки например если в режим все перейти здесь смотрите есть вот например набор мячей и дидас например майки набор исторических форм будут бунденс лига кстати мы перешли бунденс лигу неплохо было бы приобрести такое например переигровка в карьере футболист какой-то аренду фут неинтересно так интересно команда вот например команда 2014 all-star млс это американская лига если кто не в курсе например набор исторических форумов ол светском не знаю что это так вот набору бутс черненькие смотрите синенькие вот таким образом я захожу например а нет меня это куплено уже давайте чуть-чуть приобрести на что хватает короче вот на бунденс лиговскую историческую форму да вот погасить сейчас я погасил все теперь нет примет есть у меня осталось 969 монет вот когда-нибудь я еще сюда зайду и приобрету что еще интересного здесь можно подчеркнуть что на что я внимание обращаю кстати если тоже у кого есть фифа ставьте себе приложение на свой android или ios и всегда будьте в курсе события очень кстати помогает для тех кто в основном конечно играет в ультима тим здесь можно прям настраиваться телефона команда недели например лучшие игроки недели зайти посмотреть но этим я никогда не пользуюсь и она сейчас будет в ультима тима заходить сейчас посмотрим форма какая-то давайте заберем за 169 монет всего конечно так нет я пути мы тимсу зашел это неинтересно будет здесь моя команда это ультима тим это другие серии совершенно трансферные рынки мои здесь не то выход меню на что еще внимание обращаю здесь здесь я обращаю на матч дейлайф то есть у меня стоит так сказать как видите барселоны главным клубом и здесь я обращаю внимание на новости новости реального события то есть здесь в реальном времени показывает видите 23 ноября 2014 20.00 барселона будет играть оливье говорили я не знаю что не помню что за клуб уже а потому что вы знаете почему посмотрел другие серии ну и здесь можно посмотреть новости какие за прошедшие за ближайшее время реальные новости не онлайн ну смысле не новости которые игровые а новости именно онлайн смотрите рональдо гол харт месси в ингар но это имеется ввиду здесь к сожалению он все на английском языке но немножко можно понимать имеется ввиду то что вы в курсе событий то что месси и рональдо рональдо догоняет по голам рауля рональдо приближается тоже вообще рональдо кстати по сезону забивает немножко по моему в том году он немножко больше рональдо то есть этого месси он забивал ну и реальная таблица выглядит один справа турнирная таблица реальная то есть не виртуальная а по-настоящему в жизни как real madrid 27 очков на сегодняшний день барселон 25 валенсия 24 эти команды 23 видите каким вот образом что еще бомбандиров можно посмотреть вот криштиан рональдо да про что я говорил 18 голов это в жизни по-настоящему это на самом деле так 18 голов в лиге забил неймар 10 лео 7 вот бензема 6 например вот вот таким вот образом настоящему идет жизнь барселоны иногда я просматриваю это например а самая интересная штучка здесь сделано сейчас я нажал на матч например вот следующий матч барселона да с этим клубом будет играть я могу вот сейчас загружается вот загрузилась я могу следующий матч сыграть то есть этот матч то есть как я это вижу с моей страны как это вижу я видите я могу этот матч сыграть виртуально вот это тоже индивидуально интересная вещь 15 и она мне вот этот матч day life очень сильно помогает и нравится когда мне нужны новости когда я начинаю писать серии я иногда сюда обращаю внимание в валенсии виси вилла играет там про андриана пик барса it's my life i'm not leaving то есть пик не хочет выходить из барса это настоящая новость реальная жизнь повторяю лапорта один толк обаут марина что-то про мури джозе мурина наверно там имеется ввиду можно так новости открыть печать зрели пока она на английском языке эти новости берется из реальных источников это все соответственно это не выдумки это очень прикольно мне очень сильно это нравится например последний новость неймар что-то псс же спас был то есть пассажир неймара вроде хотели на купить не знаю наверно здесь рассказывается про неймара и неймар присоединиться пришел неймар значит в барсу из сантос лоса сантос по клуб назывался за 86 2 миллиона в мае 2013 года и забил 12 голов за в этой лиге было у меня такое дело да и в 20 свои два года бразильский нападающий выступил на чемпион на кубке чемпион чемпионском мире или как праздник который получил травму в общем не захотел он сказал неймар присоединился спрос спросили его наймар хочет присоединиться в псс же вертим пассабл клуб он вроде он не хочет уходить из барселоны я так понял это реальные новости то есть вот вот так таким вот образом я иногда перед сериями просматриваю эти новости перекликиваю здесь вот здесь вот так здесь можно сказать треки посмотреть создателей создать своего игрока например удалить команду все это вы знаете и мы продолжаем нашу карьеру нажимаем сюда все это специально показа потому что у нас 35 серии юбилей и и так итак мы перешли в нашу нашу карьеру и как вы знаете что мы перешли в баер и что мы сейчас сейчас займем сейчас будет тоже небольшие действия сразу футбол не переходим один из подписчиков писал то что попробуй переделай игрока измени прическу переходим в режим волосы и переходим в режим прическа давайте смотреть что у нас есть причем кстати тоже можно открывать с помощью того тех же самых монет что я вам показывал давайте сделаем не очень страшное и очень понятно понятно чтобы было африканские дреды тут очень всяких много очень короткие например да причесок довольно очень разных много короткие например здесь вот есть так неплохо ну это вообще какой-то кошмар тревые волосы агацезы причесок очень много очень много я даже не знаю что выбрать но такая большая серия у нас выйдет это что-то из серии даже не знаю чего аля билан какой-то давайте например а я даже не знаю вот у нас стояла такая такая вот есть они у нас стоит вот такая да такая так средние волосы не на средние точно наверное нет не буду средние выбирать длинные длинные тоже не будем выбирать не люблю длинные волосы хотя вот тут прикольно смотрится так ну давайте выберем вот очень короткие нет не очень вот короткие просто выберем например выберем например сообщили топов присылать не знаю но и такие звуки а так например выберем или или длинные выберем я даже не знаю что-то возьми сейчас очень много и давайте средний выберем и где это было прикольно которое мне понравилось вот вот что такое такая же вроде была уже а здесь вот так вот сзади немножко подстрижено машинки проработали еще странная новая модель причесок сейчас с помощью машины просто бока выбривать это кстати удобно долго стрижется не надо он вот это хвостик был и хвостик и 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 мы и по Очень хочу сменить бутсы. Очень хочу сменить бутсы, бутсы, бутсы. Нет, это вот мои, кстати, таланты. Тоже спрашивали кто-то. Вот, пожалуйста, которые у меня белые, все открыты. И всех сразу использовать нельзя. Только какой-то промежуток можно. Так вот, выбор бутс. Давайте выберем вот белые, например, прикольно. Адидасовские белые. Какой-то смотрится. Вот. И отправимся на матч. Отправимся на матч, мы будем с Интером. Вроде бы я на все вопросы ответил. Мы, к сожалению, этот матч будем проводить в запасе. К сожалению. Еще, по-моему, за Байер я не выходил ни разу. 2-1 выигрываем у Интера. Это здорово. Следующий очень важный матч для нас. Он будет с Байером Мюнхенским. Матч. Я опять остаюсь в запасе. И... Блин, состав у нас скажет, что прикольный. И еще 2-1 мы проигрываем. Мюллер Роббен забил. Это не очень хорошо. Пока никак не удается реализоваться в Дортмундской Баруси. Точнее, выйти на поле. И опять я в запасе. С Вердером будем мы играть. И проигрываем вообще 4-0. Смотрите. А, точнее, выигрываем. Я уж испугался. Что мы там проигрываем. Так, следующий матч с Аутсбургом. И я опять в запасе. Что же такое творится-то? Перешли. Повторяю, что мы сюда по трансферу. 1-0 выигрываем. Перешли мы сюда по трансферу. Следующий европейский кубок вроде будет с Интером. То есть второй матч. Выпустит меня тренер. С Интером. Нет, он меня не выпускает. И... Мы этот матч, по-моему, выиграли. И выиграем мы этот 1-0. Неплохо. Да, вот так вот мы играем в Денслиге, не выходя на поле. Ни разу пока еще меня не выпускали. Вообще ни разу. Не знаю, в каких матчах вообще тренер будет иметь. Выиграем 3-1. Неплохо. Что-то письмо. Хочу сообщить, что ты включен в состав сборной России со Швецией и Францией на марта 18-го и 22-го. Здорово. Хоть мы, может быть, за сборную... Ну, будет шанс. Зато мы немножко, так сказать, за сборную поиграем побольше. Потому что, как помните... Так, у нас сразу... Я включен в стартовый состав. Мы играем со Швецией. В Швеции я знаю только Ибрагимовича вроде. Да, уехала полгермании. Вот. И мы уехали. Вот. Сборная сообщает нам, что полклуба поуезжала. Ну что, приступим к матчу сборной России. Так, ребят. В Дортмундской Баруси, к сожалению, мы еще ни разу не вышли на поле. Но вот за сборную у нас как-то больше матчей получается. По крайней мере, придет квалификация. А вдруг на втором месте, тем более, да, мы после Франции идем. И в четвертом месте у Швеции все еще 6 очков. У нас, кстати, новая прическа, когда нас сейчас покажут. Надеюсь я, что у нас покажут. Дортмундской Баруси еще ни разу ни одного матча не провел. Хоть и перешел по контракту туда. К сожалению, пока так. Выходят две сборные на поле. Очень шумно на стадионе. Звучат гимны, гимн России. А вот и мы, 43 номер, за сборную играем. Да, с длинными волосами стали. И звучит гимн наших соперников. Слышим, что нас уже начинает поддерживать. И команда идут встречать друг друга. Акинфеев, капитан нашей сборной. И составы смотрим. На заменах Кокорин, кстати, Денисов. Дзюба. А Брызгалов, кстати, я не знаю, почему включили старт в состав. Я посмотрел, что у него очень сильная усталость. То есть я не знаю, доиграет он этот матч на полную силу или нет. Наши соперники. Не вижу я в составе Эльма. Вижу. А в составе Швеции я не вижу, соответственно, Ибрагимовича. Касанкильича вижу. Или как правильно его фамилия. Он вроде бы очень довольно популярный футболист. А вот Ибрагимовича я, к сожалению, не вижу. Или к счастью. Лучше к счастью для нас. Не знаю. Может быть, его и выпустят на второй тайм. Немецкий судья Фильмехер... Фильм... Фильм... Фильмлер. Нас сегодня судит. Ну что, да поехали. Вот мне пас. Я продолжаю. Я продолжаю. Не удавшийся автоатака. И вот сейчас здорово подключается. Можно бить. Гол. Кто там забивает? Великолепно. Я подбегаю поздравлять. Отличное такое быстрое начало. Дзюба забивает, да. Да, Дзюба забивает. Болельщики просто сходят с ума. Сегодня наша сборная выглядит гораздо сильней. Просто с правой ноги, крученым, без вариантов просто оставил. Да, Владимир Дзюба. Два гола, между прочим, на квалификации. Седьмая минус. Что, на меня? Я тут ухожу. Отдаю. На меня играет. Удар. Какой навесик я сделал, да. Хотя мог сам пробить, сам пробить. Но сделал хорошую передачу. Выпрыгнул здесь. Вратарь увидел, да. Буду подавать угловой. Подаю. Но бей! Войши ворота. Смотри, какой хороший пост, а. Навес. Принял, ударил и в ногу защитнику попал. Я не знаю, если бы не в защитника, то попал бы ли он в ворота. И опять снова я подаю. Смотрите, сборная России мне доверяет подавать угловой. Это уже о чем-то говорит. Второй угловой подряд. Я подаю. Удар. Нет, двое там. Блин, вот так наши ворота. И там. Что произошло-то? А, показывает нам удар. Гол, точнее. Да, я думаю, без шансов. У Швеции, наверное, сегодня. Но я не знаю. Ибрагимович, по крайней мере, может выйти. Я делаю подкат. И, 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 и. Оффсайд. Ну, я там в подкате красиво вылетел. То есть спас ситуацию. Ой-ой-ой, это опасно! Опасно! Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Мяч остается у шведов. Пас. Пытается пройти удар. Касан Килич, или как правильная фамилия, пробил слева. Что же будет, бить или не бить? Вот какой вопрос. Эльм бьет! О, Акинфейв выбил мяч кулаком. Поставил кулак, мяч вылетел. А так-то удар хитрый был. Смотрите. Да, здесь хорошо. Акинфейв все увидел, прочитал. Молодец. Опять этот Касан Килич, или как его там, везде он. Сегодня его вижу. Замечаю. Выбить. Смотрите, какой перехват. Сейчас может получиться опасно. Проходит. Кто там? Опять этот Касан Килич сраный. Здесь я. Я допрыгнул. Удар! Ой-ой-ой-ой-ой. Там в прыжке был. Шишкин, Роман Шишкин спал сегодня ворота. Да, неплохой первый тайм. Моментов пока нет. В основном пока идут пасы. Как мы бодро выходили, да, на это поле. Ну, быстрый гол. Хорошо, что мы его забили. Я очень не люблю, когда мне забивают быстрые голы. Сразу как-то дезинтируешься. А тут такое прям счастье подвалило. Да, здесь пас и гол. В целом, наша карьера пошла как-то в гору по лестнице, наверное, за сборную. Потому что, если раньше мы забивали много в клубах, то сейчас в Баруси мы вообще еще ни одного матча не сыграли, да? А за сборную выступления идут довольно очень удачно. Я не знаю, выпустят ли сегодня Ибрагимовича. Это будет главный вопрос сегодняшнего дня. Ну, тут красиво было так в прыжке. Шишкин молодец сегодня, отлично играл. Брызгалову ругал, конечно, но он очень усталый сегодня. Наверное, там в клубе загоняли. Очень усталый приехал. Так, Франц играет 1-1. Каждый день я начинаю убегать. Можно! Вот можно! И вот сейчас снова я сделаю забегание, останавливаю и... Блин! Здорово, нас сегодня поддерживают болельщики. Сегодня мы играем на нашей арене. Денисов Кокорин выходит. Тарасов Дайдюн, по-моему, у него фамилия. Уходит. Кокорин может очень усилить наш состав. Нападение. Что будет делать? Пробуй навешивать. И он пробует. Смотрите. О-о-о-о! И все, свисток. 1-0 мы выигрываем. Да, жалко я там не достал. Он туда, в принципе, вообще бежал. Почему-то я вратарь пытаюсь уйти через сетку вратарскую. Да, матч был здоровский, но из-за того, что я выхожу на поле, практику начинаю терять. Что же говорить о забитых калах? Если забарусь ее, уже столько матчей не уходил. Здесь хорошо вообще там вратарь вытащил. На самом деле он бы в штангу врезался, но сквозь нее пролетел. И вот здесь тоже удар так, опа, и ногой подработал и вытащил мяч. А бил-то, по-моему, Ларсен. Да, не увидели мы сегодня на поле Ибрагимовича, кстати. А я бы очень хотел посмотреть, как Брагимович против нас бы играл. Ну, неплохо смотрится, кстати, белый. Вот здесь тоже так, фух. В прыжке, но слишком сильно, походу, дел, получилось. Шинник. Шишкин. 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 Шишкин вес. Сегодня спас наши ворота. В целом, неплохо отыграли на 6-3. А Франция 2-1 все-таки выиграла. Ну, и следующий матч у нас будет с Францией. И я думаю, на этом мы пока закончим. Наши показатели каким-то образом растут. У нас стало показатели 82. Невероятно, просто невероятно. Пока у нас всего лишь один сыгранный матч, но из-за битых голов. Мы в Дортмундской Баруси. Таблица сборных улетоков. Мы догоняем Францию. Франции на одну очку больше. У нас 18-19. В принципе, мы выходим из квалификации, если будем так дальше, собственно, держаться. Какие матчи еще остались? У нас еще произойдут. Это Россия, мы уже сыграли. Дальше Австрия, Швеция. Франция, Россия. Орландия, Румыния. Ну, самый матч, конечно, мы или Франция. Собственно, если мы выигрываем, мы выходим вперед, отрываемся. То есть, если они, соответственно, они выходят вперед и отрываются. На этом все. Надеюсь, вам серия понравилась. Серия была такой большой юбилейный, мини-юбилейный. Всем удачи, всем пока. До скорых встреч. Показывайте, соответственно, это видео друзьям. Ставьте лайки. Это не помешает. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok